В Чувашии появится свой IT-кластер. Дорожную карту по его созданию подписал премьер-министр Республики Иван Моторин. Кластер объединит крупнейшие компании региональной отрасли информационных технологий. IT-кластер позволит представлять на рынке интересы всей отрасли в целом и, кроме этого, претендовать на поддержку со стороны государства. Для государства, в свою очередь, это тоже важное начинание, помогающее в формировании цифровой экономики. Термин относительно новый. Проект одноименной программы предполагает развитие сразу нескольких направлений. И Чувашии здесь есть что показать. Это в том числе и мероприятия, связанные с развитием новой инновационной идеи, значимой цифровой экономики, как «Умные города». Это и госсектор. Какие мы ставим задачи перед IT-кластерам? Это, прежде всего, создание инновационной среды для наших стартапов, для наших студентов и для создания, прежде всего, прорывных проектов. Уже на данный момент определен состав членов этого кластера. Кто будет входить, это наши основные ведущие крупные IT-компании. Объединяются компании в кластеры не только в сфере IT. Так, в Чувашии есть, например, электротехнические и диджитал-кластеры. Уже сейчас все основные информационные системы, которые используются в органах власти республики, продукты местных айтишников. И новое объединение даст им дополнительный импульс для развития. Обсуждали идею создания подобного кластера еще в декабре прошлого года на одной из площадок местного IT-форума. Столкнулись с тем, что приходит очень много талантливых ребят, которые по менталитету ориентированы именно на сферу IT и на программирование, в частности. Вот мы это видим, и таких ресурсов, человеческих ресурсов в республике очень много. И сам собой возник вопрос, что этот потенциал, он недоиспользован явно сейчас в республике, он не работает на полную мощность. Его надо как-то раскручивать, как-то задействовать. И сама собой возникла идея о том, что нужен какой-то IT-кластер, который бы уже на уровне республики, на уровне власти и правительства республики организовал бы этот потенциал и направлял бы его на повышение конкурентоспособности местной чувашской продукции, выход на мировые рынки и так далее. Для бизнеса это просто выход на мировые рынки, поскольку IT это глобальная совершенно штука, то есть тебе не нужно строить какое-то локальное производство, то есть ты как только начинаешь работать в этой серии, ты фактически можешь продавать уже во всем мире. На сегодняшний день основные участники кластера уже определены. Как он будет развиваться дальше, покажет время.